Всем привет! Здравствуйте! Мы с мамой вышли прогуляться. Мы вас решили взять с собой. Это дом пуховой моды в Оренбурге, улица Комсомольская, 66, дробь 1. Как раз рядышком с нами находится. И сейчас мы вам покажем, какие красивые вещи здесь есть, связанные своими руками. Наша местная художница Анна Советова изобрела свой эксклюзивный метод из элементов пухового платка оренбургского. Она делает прекрасные вещи, которые мы сейчас вам покажем. Начнем мы с вами экскурсию с наших оренбургских пуховых платков. Это вот паутинка. Да, это паутинка. Это один из классических цветов пуха, айвори, то есть слоновая кость. Очень хороший на ощупь и вообще хороший оренбургский платок. Он на ощупь мягкий, нежный, как котенок. С зубчиками, модуль орнамента. Орнамент от оренбургского платка он отличается же от орнамента у других платков из других регионов, да? Ну, в принципе, у нас очень много орнаментов. Там бухиная лапка, есть ландыш. Вот разные. Сейчас покажу. Вот современный вариант есть. А сколько стоит вот эта паутинка, которую вы сейчас показываете? А, вот которую я показывала, 7 тысяч стоит. Есть, значит, сейчас покажу. С розами, с розами у нас. Это уже вариации такого современного платка, когда мистерица вносит свою вот авторскую нотку. То есть на просветку смотреть, где-то бабочки и розы. Ну, это огромный вот размер. Да, это огромный. Это, наверное, метр на полтора. Полтора, по-моему, даже здесь больше. Вот, мне кажется, в этом даже полтора-полтора больше. Здесь бабочки, да, вырезаны. Ну, понятно, что чем сложнее узор, тем дороже платок. Да, ну вот еще, как бы, правильно называть платок или паутинка. Платок это, предполагается, что плотная платочная вязка. Он, как правило, серого цвета, то есть без орнамента. Паутинка это ажурный продукт. Такой уже тут идут рисунки. Вот, кроме того, что это тепло, это еще и эстетическая функция украшения. Вот, молодые девушки, молодые казачки, они носили паутинки. Им, конечно, больше нравилось. Вот, вот это вот обычный пуховый платок серого цвета, который мы все знаем с детства. Зимний. Да, который умели вязать все бабушки, наверное. А это вариант крашеного паутинка. Это вариант, да, крашеной паутинки. Кстати, здесь вот орнамент ландыш. Коз, конечно, такого цвета не бывает. Меня спрашивали, окрашенный платок, он жестче на ощупь или нет? Нет, он не меняет состав пуха. Вот, на плотность, жесткость влияет только качество пуха. То есть, и вы знаете, такая особенность, что даже если стричь одну и ту же козу, то цвет всегда будет разный. То есть, ну, от сезона зависит. Зависит, ну, стригут их в один сезон, а просто вот такая вот биологическая особенность. Ну, и от возраста, как люди сидели, видимо, как живут, что-то происходит. Наверное, да. Вот, и я помню, бабушка вязала палантин, и он был двух цветов, то есть половина была белого цвета, вторая половина была молочного цвета. Ей не удалось подобрать такой же цвет. плохо, и она вот вот такой вот был комбинированный. А мы, наш дом, наш дизайнер, она советовала, она делает вот такие авторские вещи. То есть, она использует платок в качестве декора для костюма, например, или для аксессуара. Сумечка. То есть, у нас есть аксессуары, сувениры и одежда. Это что, это кардиган, да, такой? Да, длинный кардиган, и он вот вид готового костюма, платье-сорочка, тоже отделанное тончайшей паутинкой, и идет в комплект кардиган. Ну, кардиган, он может быть и самостоятельным, поверх платья или даже поверх джинсов. Мам, еще покажи вот эту маечку, какие-нибудь еще варианты покажи. А, да, есть у нас еще вид брендирования. То есть, вот такие вещи мы делаем. Вот бренд нашего города. Мы вот скомбинировали платок и город Оренбург. Мы любим город Оренбург. Все просто, да, дельгагом? И вот парагменты платка. Вот кокошник еще есть вязанный. Выйду на улицу, солнце нема, красные девки свели мне с ума. Тебе надо приобрести для трансляции. Для трансляции. У меня есть уже два кокошника для трансляции. Надо нашу ручную работу, да? Да, надо. Вот и в платках была, и в кокошниках. Да, и в платках была, в кокошниках. В чем только я не была. Вот с кристаллами, со стразиками. Это вот моя тема, любимая. Бусинки. А это, девочки, воротнички. Жабо, жабо. Кошелек. Или косметичка. Воротнички. А вот даже украшения, девочки, смотрите. Серги и броши. Тоже с элементами. Вот, детинки. А тут расходный. Платок, кстати, с этой стороны. Видите, мучиночка. А тут пришиты. Платок. Кошемировать, да? И только вот каймами. Нет, я так сказала, трансформер. Мало того, что это красиво, это зимой очень даже тепло. Практично. А, девочки, вот такая тонкая паутинка. Она очень-очень теплая. Можно всю зиму сходить в курточки, если вот так вот накидывать на спину нашу паутинку. Вот, несмотря на то, что она тоненькая, она очень-очень теплая. Ну, а так вообще, да, шикарный платок. Это палантин, да, шарф? Ну, понятно, девчонки, да, что это дизайнерские вещи. Они стоят, конечно же, подороже. Но это эксклюзивные модели. А, это что такое? А, это конверт для ребенка. Конверт. Конвертик для ребенка. Для новорожденного. Да. Для девочки. Для девочки. Вон там сиреневый для мальчика можно. Да, платочек красивый, двухсторонний. Это шерсть. Вот это шерсть? Да. Это такая тонкая шерсть? Да, да, да. Ничего себе. Такой тоненький-тоненький. Кашемир. Да? Кашемир. Это, конечно, стена. А здесь пасхальная тематика. У мамы тоже есть мастер-класс «Сильное яйцо». Я вам в конце оставлю стилучку. Сильное яйцо. Сильное яйцо. На булавочки. На булавочки. Это, конечно, как бы такая, на поток, на шарфики, на сумку. Ну, как брошь. Да, да, да. Тканюшка и пусечка на булавочке. Данечки поставлю. Так, все это придется вручную и вяжется тоже вручную. А у вас вроде бы проходят мастер-классы, да? Да, мы в нашем пуховом доме проводим мастер-классы. Вот в прошлые выходные был мастер-класс по текстильному яйцу. Делали с детишками и мамами вот такие красивые яйца. Даже был один папа. А как можно записаться на ваш мастер-класс? У нас есть адрес в Инстаграме советово-класс. И там всю информацию и расписание мы выкладываем. Приходите, пожалуйста. Ладно, спасибо. Я добавлю, девочки, под видео ссылку. А вот это я вообще никогда не видела. Посмотрите, какие иконы. Мы с вами привыкли видеть иконы, вышитые крестиком, бисером, стразами, камнями. А здесь, как видите, наша оренбургская паутинка. Ну, тоже украшена камушками. Вид оклада пуховая риза называется. А вот это, девочки, икона Казанской Божьей Матери. Это покрова Пресвятой Богородицы. Это покрова Святой Богородицы. И вон Табынская наша местная чтимая икона. Табынская икона Божьей Матери. У неё тёмный лик. Она отличается от других именно тем, что у неё тёмный лик. А, кстати, я нигде не встречала вышитую табынскую. Наверное, редкая икона. Я не знаю, но у нас в Оренбурге она читается святыней. И почти во всех церквях есть пределы специально табынской иконы Божьей Матери. Это пасхальный веночек. Смотрите, цветочки тоже связаны. Спрашивали меня, как стирать платок, паутинку. Нужно обязательно в мокром виде её натягивать. Вот, видите, рама. Рама. Вбиты гвоздики. Самые обычные гвоздики. Из нержавейки. Из нержавейки, да, кстати. Гвозди могут ржаветь. Значит, проржавеет и испортит. И вот так натянуть. Но на самом деле паутинки и платки из натурального пуха стирают очень редко. У них такое свойство, что они не имеют запаха и они практически не загрязняются. Да. Мы очень редко стираем паутинки и платки. А это альбомы. Блокноты. Вот, девочки, если кому-то нужны сувениры на подарок, то можете сюда прийти. Комсомольская 66-1. Куколки. Мам, помнишь, я говорила, мне на огород нужен русский и татарин. А еще вот у нас есть в городе такая вот художница Алла Васильченко. У меня дома альбом ее есть. Вот недавно купила я. Была библионочь. Вечером по дешевке продавали. Я ей альбом ее купила. Здесь у них небольшая книжечка. У нее авторское ее тоже изобретение. Она делает тоже из нити у нее от пуховых платков. Но она делает, вяжет картины. Вот сейчас. Вот это все картины вязаны. У нас работа еще есть. Да? Сейчас посмотрим, работает. Сейчас посмотрим, работа есть здесь, да? Вот такие вот картины. Преподает она в нашем университете. Вот такую красоту она делает, выставки выставляет. У нее, то есть, картины. То есть, это рисунок вывязан. Она сама составляет схему и вяжет картины. Это ее изобретение. Сейчас посмотрим, здесь работа есть. Так как у Анны Советова изобрела элементы ухлого платков. Применить везде сувенирные продукции в одежде. Так это вот придумала такие вот картины. Ого, какая огромная картина. Да, она большая, не большая, большая. Большая. Панно у нее. Она делает панно целое. Да. Высох, когда будет, я тебе скажу, если будет. Вот это тоже все из пуховых нитей связано. Тут вязана как бы основа вязана. Здесь даже вот видно элементы, по-моему, мешковина плетены. А потом поверх она еще вышивает. Какими-то шовчиками тоже вы... А, это вышито сверху. Да, да, да. Вот ближе, посмотри, вот тут часть вязана. Сейчас я подойду. Тут вот вокруг основа мешковина. И на ней еще вот разными шовчиками, как вы их называете, ну я вот знаю, только самбурный шов, какие вы лучше знаете, шовчики вышивачитые. Все это, шовчиками все это вышли. Катя Ескина есть у меня дома, работать я покажу. Вот, пожалуйста, старые вот просто она берет, не любит ставни, старые доски. И вот так вот, вот так рисует, в таком он стиле, стиле. Это у нас есть художник Екатерина Ескина, и она рисует на дощечках. Да. Старые доски она берет. Суколки, скажите. Ангелочки вот. Вязаные ангелочки, сердечки. Очень много разных козочек. Ну, понятно, что пух-то козий, поэтому это символично, одеть паутинку на козочку. Игольница. Игольничка. Краечки вышиты. Здорово. Здорово. Миниатюрная работа. Девочки, оказывается, есть у них интернет-магазин. Я оставлю под видео ссылочку, если вам интересно. Заходите, смотрите. Это машинка старинная, Зингер. Раньше у всех была такая машинка. Сейчас она считается антиквариатом. Кстати, на основе этой машинки все остальные подольские машинки наши на основе машинки Дингеровской сделаны. То есть он настолько, вот этот челночный механизм, настолько он уже был изобретен идеально, что потом это перешло все плавненько в подольские машинки. Ну, я не знаю, как китайцы сейчас, на какой основе делают свои машинки. Какие-то японцы, кто это делают? Какая-то ее машинка производства. Жена моя. Да, у меня. Китай. Ну, я не знаю, откуда. Китайские. Я не знаю ее, как она сделана, из чего. Но подольские машинки все сделаны по принципу Дингерских машинок. То есть уже переделывать там нечего было. Это совершенно было придумано Дингером. У мамы, кстати, стол старинный. Она современную машинку 22 класс туда запихнула, а станина у нее металлическая. Вот что хочу сказать. Мы с мамой всю жизнь шили, и вот эти металлические станины, они самые удобные. Вот каких только машинок у нас не было, вот этот вот стол, во-первых, он тяжелый, не вибрирует. Вообще, очень удобный. Я до сих пор не могу привыкнуть за столом вышивать к другим машинкам. Самый удобный вариант был все-таки вот этот. Да, машина со столом. Ну, другие потом тоже уже были с деревянными тумбочками, но они расшатываются. Они расшатываются и почаются. Ушло как-то на гаммы там. И, кстати, рассказывает женщина, если она тумба была такая, то там даже жарко. Работаешь, жарко. У меня была такая с тумбой, да? Я же говорю, вот он, Зинкер, настолько изобрел машинку сразу, идеально, что она тысячу лет будет работать. А это, девочки, перчатки. Ну-ка, мам, покажи, продемонстрируй. Ты же маникюр у нас сделала теперь. Давай, демонстрируй нам перчатки. Мама мастер-классы начала снимать. Стала маникюр делать. Не поэтому. А почему? Потому что стала ходить в такие заведения. Ясно. Где-то маникюр не пускают. Дома я маникюр... Дрескод? Да. Дома я маникюр сделаю, тоже пойду грядь скопать какие-нибудь там или сараи в своем убираторе. Жемчужинки. Жемчужинки, да. А вот броши. Броши вязаны. Сейчас модно, сейчас модно броши из бисера. Я тоже буду делать из бисера. Да, в мае планирую заняться и попробовать сделать из бисера броши. У меня уже есть наборчик. Это девочки Сваровские. Вот такой у нас есть интересный дом пуховой моды. Если вам интересно было, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Надежда Николаева. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok